Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это начало первого ФФА сериала в дополнении к Sid Meier's Civilization VI под названием Rise and Fall. Да-да, первая сетевая игра, которую я выкладываю на своём канале. Мы решили сыграть сразу новыми нациями, их восемь. В партии нас играет восемь человек, поэтому мы просто рандомом распределили их между собой. Мне достались индейцы Мапучи. Что ж, надеюсь, я приведу их к доминированию на планете. Желаю вам приятного просмотра, не забывайте поправлять мои действия в игре, комментировать, как стоило сыграть правильнее, потому что это всё-таки всё ещё начало знакомства с дополнением, многое делается ещё наугад. Жду ваших ценных указаний. Всё, уже уснули пока что-нибудь. Да, извините. Сейчас смотрят и ждут, и ждут, лишь бы не за усу встретиться. А кстати, скажите, кто за кого играет? Чтобы так голоса ассоциировать. Тамара. Нидерланды. Паундмейкер. За кого Курзан сыграешь? Монголия. Все юниты одежды поверили на вражеский шотландия. Все юниты подготовлены в городах с действующим губернатором. Монголия в Африке и без люксов. Бонус и вымощь против цивилизаций, у которых наступил золотой век. Да, плюс 10, конечно, против цивилизаций, у которых наступил золотой век. Это у меня прикольная ачивка. И она работает очень круто. Я вчера потестил. Более того, вот город теряет 20... То есть мне даже город не надо захватывать. Мне надо подходить, бивать юниты. Типа и по идее через 5 юнитов город должен сам стать независимым. Ну, он станет независимым и объявит в том числе войну тебе. Ну, окей. А потом через пару ходов, считай, он... Не через пару, там через сколько? Через 8? Может стать моим? Я не буду, достаточно, да. Но, по-моему, проще его захватить, конечно. Чемо мой. Я просто вчера тестил все это, и что-то так себе. Плюс этот юнит, он в порохе. А если золотой век в Средневековье, ты ловишь тайминг, там проще напасть чем-то пораньше. Ладно. Поехали. Конечно, жалко, что не изулусы, не монголы. Какие-то непонятные слова вы произносите? Ну, что ли? Какие именно слова непонятны? Латыевика. Ты еще не пробовал? Не играл еще в Райзенфол? Ну, я поиграл первых ходов. 30, наверное. Потом надо было идти спать. Какой у тебя, Ник? Это не повод на меня нападать. Да я понимаю, просто очень хочется знать твой Ник. Так поставь себе этот оверлей в Дискорде. Я вот знаю... А он, почему-то не работает. Я мучился, и у меня заработал аппаратное ускорение. Выключи в Дискорде. О, пойду, посмотрю. Не знаю. Мне было достаточно. Там просто... Они дебильно сделали... Ну, может тоже у кого-то не работает. То есть там включаешь оверлей, а потом надо еще зайти в другой раздел, где включаешь конкретно для этой игры оверлей. Ну да. Но он может с ним не работать. Так, ну... Мне помогло отключение ускорения. Хьюман, заканчивай ход. Ну, игра и Дискорде должны быть от админа запущены. Ну, это неправда. У меня и то, и другое не от админа запущено. Ну, видишь, у кого-то так. У меня не будет оверлей работать. Смотрите, как теперь таймер выглядит. А ты не играл, что ли? Нет, с таймером еще не играл. Ну, здесь еще я против компьютера без таймера играю. Читы, конечно, я понимаю, но... Так, надо включить. О, я ни один город не поставил. Там кто-то еще ходит, ищет места получше. Нет, я нашел, я туда иду. Да, артист еще. Я шаг сделал в сторону, конечно. Думал, может, люкс найду. Нифига, люксов вообще ноль. Это вот они сбалансировали старт. Вот это вот все. Я же говорил, я сегодня днем запускал то же самое. Меня кинуло в лесу, той же самой Грузии. Вокруг одни леса, и опять ни одного люксов. На пять клеток в каждую сторону. О, Арчи, это твои границы, походу. Арчи, строю армию. Вот я говорю, они на балансе сейчас сделали, что между столицами восемь клеток. По это очень часто бывает. И в шестерке, мне кажется, это близко. Да, это близко в шестерке. Так, Пангея, да, у нас? Ну, я никуда не ходил, Дра, я на месте. Нет, тут некуда ходить. А, нет, это не ты, это Димка. О, Димка, здорово. Где ты? Да, вот, буквально твоей столице пять клеток вправо стоит у Лунги. Так, а этот чимамуль, улучшение чимамуль, это вообще что? Похожие границы просто не синие, а не уйти той и другой. Ты же ходил, да, Димка-то? Ну вот ты пришел. Две клетки, две клетки прошел, да? Далее. Я рынки нашел. Да я так и понял. Рабочего, класс. Чимамуль. Где этот чимамуль? Вот он. Я думал, Клей должен чувствовать себя счастливее в хорошем паттере. А вот ты. И что он дает? Культуру в количестве равном 75% престижа клеток. Не, ну я не знаю. У нас одна река, и она вот она, и она заканчивается тут же. Но она, ты понимаешь, что у нас сверху паршивая, там ни одной промки нету. Это единственная река, которая у нас есть. На двоих. Не, ну я-то пойду налево, как бы, расстеляться. Ну окей, посмотрите. Опа, там есть УАЙС-1. Решение сразу открою. Арчи, я тебе гарантирую, что он тебя обязательно захватит. То есть ты вообще не сможешь защитить. Там не Арчи. Там другой игрок, а так. Но ты не понимаешь, что сложновато будет защищаться. Я тут постою. Я Решение открою. То есть у меня тут нету других. Ну, на самом деле, я вчера вот говорил, что я сегодня обязательно буду за мирную нацию играть, но не повезло. Я третий раз играю за вот три военных нации в это дополнение. Вот я за третью играю. Это мог что-нибудь поменяться. Почему нет? Я на Зулусов менять с их музыкой шикарно нельзя. Любую другую поменял бы. Так, давайте еще одного скаута. Тут очень важно, я понял, что в этом дополнении важно первым что-то находить. Тогда ты получаешь очки. А что ты обратно к столице пошел? А куда? Ну, хочешь в твою пойду? Куда мне еще идти? Ты так уже у моей был. Пойду смотреть, что у нас там наверху. Сверху от меня ни одного холма нет. Просто п***ня. А за рекой тоже? Ну, как раз-таки за рекой. О, и Голландия здесь еще с нами. Какая радость. А, и вот у вас столица. Ну, супер. То есть есть что Зулусу захватывать? Ну, вот я как говорил, Леш. По 8-10 клеток от столиц игроков. Нет, чтобы в мире жить. Там такие бонусы от союзов идут. Шикарные. Так, я вроде не собирался воевать. Да, да, да. Все тебе верят. Я уже начал армию клюпать. Таузанцы живут без логов. Так, как же. Не за что-то. У меня страшно количество городов. Так, варвары. Он может стать просто неубиваемым. У меня со второго хода уже варвары прессуют. В трех клетках лагеря испогнулся. Так, это же круто. Сразу два юнита. Если он возьмем все-таки. Так, и здесь. Так, рано лагерь. Круто. Так, сразу этот их разведчик возле моей границы оказался. И на следующий ход два дуболома тут же. Так, вот. Ну, смотри, в принципе, играя. Единственная клетка, вот там, где твой юни стоит хорошее. Ну, может быть, там, где мой. Дальше их принь. Не, ну, это очень печально тогда. Я не знаю, что могу сказать. Справа у меня Голландия. Посмотрю, что наверху еще. Там ГГшка. Вот тут уже где-то надо будет город ставить. То есть... Места есть. Места есть, а их надо занимать. Раз, два, три. Вот сюда, например. Да не, можно здесь город поставить, что-то. Только кто из нас будет его здесь ставить? Не, я же говорю, что это единственное место. Ну, я хочу камень все-таки обработать. А, у тебя черепахи? Или что-то? Откуда два промоушенок? Фух. Тит, тит. Осторожно, он там одного человека вчера убил этими скотцами. Каут, третья прокачка это жесть. Ух, какие здесь варвары бешеные. О, я Карфаген первым нашел. Здорово. Кажется, они меня сейчас вынесут. Три дуболома и прачник. И пустой лагерь, да? Да, я отошел на него дуболома, сейчас сложили бы. Мне нечем лагерь забрать. Ну, значит, это я рядом с тобой, получается. Как раз вижу все. Я подумал, это уже твои тут границы. Ты через реку там, то есть, за рекой лаги? Да, я не знаю, за чьей рекой. Ну, вот там ртуть, видишь, вы сделали? Да, две. Вот, значит, это ты ко мне подошел уже. Ну, понял. Что вот сейчас я из руинки получил? Хм. Че-то непонятно. Ну, вот, Шотландия, почему на меня тревсадника напали? Это как? А что в этом такого? Жестко. Ах. Баню в столицу мне входит уже. Ну, вошли. Барвары уже одного вынесли. Не, ну, если они будут по столице бить, они унесли. Так, а тут в шестерке вообще варвары захватывают города? Сейчас узнаем. Не, по-моему, они не захватывают. Они могут разрушить. Они разрушают все, кроме столицы. Да. Ну, вот в пятерке варвары, то есть, если они заходят в город, в котором нет уже хитпоинтов, то они его не захватывают, не разрушают, а забирают просто все деньги у игрока, которые есть. I'm FonderPix. Что-то я боюсь сейчас идти по силам пока. Ну, я бы сюда поставил. Ну, что, Димка, как мы... У тебя есть куда-то влево? Ну, там слева Грузия. Пытается отбиться от варваров. Пока постою. Ну, ты пока она отбивается, ставь там город просто. Так я это и делаю. У меня тут место максимум на три города всего. Это вместе с Мостольной. Мне примерно такая же ситуация. Вот то место мы с Грейм не успеем. Эти письменности. Хорошо, я так понял, мне, короче, юнитов хлебать, да? В смысле? Военных. Военных? Не знаю. Чё-то подвисает иногда игра у меня. Твои варвары ко мне пришли. У меня три всадника и один корни. Ну, вообще. Так, понятен он. Мы входом к водолому. Просто будешь, чтобы тут этот паундмейкер не бегал. Что, искру божью брать? Слушай, голландец, а ты влево будешь города ставить? Ну, давай между нами не будем ставить. И я-то некуда ставить. Ну, я не могу так сделать. Мне больше, как бы, некуда ставить. Как между мной и тобой, либо между мной и Димкой. Нет, она направо есть. Или, ну, эту территорию есть вообще для городов. Что-то подвисает. Игра какая-то глимая. Периодически. Ты сюда шел вообще-то? Ни хрена себе. Тебе лошади в столице? Ну, я к лошадям шел, на самом деле. А у меня ноль. Это ты моих лошадей угнал, цыган. Старал. Не устаю напоминать о глобальной космической браузерной стратегии console.war.ru Игра в публичном бета-тесте, но там уже куча всего интересного. Если заглянете и решите зарегистрироваться, то не забудьте ввести словосочетание Леша Рептилоид. Получите лично от меня приятные бонусы для старта. Console.war.ru Нужно идти потихоньку. Блин, еще Веры взял. Так, Корея, здорово. Привет, я не знаю, где ты. А, все, вижу. Новый континент. Считать легко. Все, что нужно сделать, это выкручить зубы. Ну и где тут эти три всадника апокалипсиса? Они внизу. Шагни вниз. А, да, вижу. Уже одного вижу. Ну там уже три всадника и... Ну я тогда лучше уйду отсюда. Не, не, иди, 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 посмотри. Не, не, не. Да не, иди, че ты... Я верю, я решил, что я верю на слово. В общем, это голландец, смотри, я тебе могу метки поставить, куда мне нужны города. Куда мне нужны города. Без вариантов вообще. Это три города. Еще один я могу поставить слева. Все, больше четырех я поставить физически не могу. фигасе четыре города это буржуй но этого учитывая вот этот город в пустыне где вообще ничего нет там мой город будет 4 наверно англия оазис я вообще-то претендует антрите город поставить который четвертом лет в четвертом радиусе от моей студенты этот оазис ну я думал у меня тут пусты надо хорошо я еще посмотрим как бы эти гор эти города реально один и четвертой клетки от 2 так рабочих уже достаточно я понял я бегу отсюда коре так нет они почему то вообще за мной бегают за моими юнитами нападать на мою столицу потому что к тебе пришел скаут увидел твой город пошел сообщил в лагерь у меня тупо засполнился в столице сначала стоял а вот так та же самая фигня у меня это же баланс пошел сообщил власти она карта конечно полный хлам реста реста и просто интересно если мы вот так вот пупичкова то у кого там дофига территории но у меня тут дофига территории потому что мы тут четвером реально это не на друг друга одну игру где мы играли я был испанцем на одном континенте 7 ггс я хоть одну нашел я крут блин твои варвары убили мне скаута корее чё за хрень все равно от меня отстали но я тебе хочу сказать там все справа еще два конных лучника идут блин ну это вообще подстава о еще один ладейство и ставить может метерь скаута все-таки строить надо вот эту территорию исследовать тут корея тут не знаю раз два три день тут можно еще город поставить красота реват я тоже кто-то очень близко на них не друзья для наслали сразу видно балансные карты чем это прямо мы все на одном континенте сидим на 4 а африка не на 1 на африке но у меня столица на африке но у меня и ракине ах ты хранит шотландец ты где собрался ставить город грей от двинь а шотландия а шотландия на клетку а ты мишу его моего посела да вот там где воин у меня стоит я туда город собираюсь ставить но чуть повыше поставить я на речке поставлю просто на берегу сам ну так и я планировал там я это место себе забил моим сразу говорил про мазис я помню и а то третий город я здесь но это не сто процентов а тут я вот собирался сто процентов ты предлагаешь поиграть в один город можешь ты ставить оазис а я буду ставиться тут пока и два города тоже вариант видишь как у тебя столица шикарная вообще две лошади динка в ухо в обработку бронз я уже будто выхожу потом в обработку железо все вопросы решаются не на как бы железо скоро уже увижу на следующем ходу буквально да у меня тут место у него и себя буду ставил стачу заветен антроил не я как бы я на самом деле мирный игрок но территория не позволяет играть мирно с тобой будем воевать уже с тобой не а с кем не знаю как только вы подселит может просто тут три вот так фермы построить и все это решается проблема роста все к чему будем все то пустыне то делать но тебе есть место к веди посела но это не приоритетное просто место оно совсем не приоритетное дело но его надо как-то определиться но давай когда она будет уже приоритетному что-то посмотрим дострою там генерал до всего нескоро хотя бы когда буду третий город ставить если найду куда вообще надо конечно вот континент я не нашел то есть надо поменять карточку и юниты строить хорошего на и компас дострою построю еще одну посел не может моего рабочего захватить умом зачем ты их ко мне привел и не расскажешь подарки а так ты с соседями да я тут вокруг окружен ворольскими лагерями что не есть хорошо что-то странно 20 хуто никого генерал еще нет а вы уже проверили они точно не стараются е е е е с губернатора даже спокойно позволяет отбиться от него точнее им жить кто-то священное место прям рошанул на это защитник веры хочется собрать то нос религиозная грузия монголия а монгол да если бы не варвара я уже давно поставил до 100 ну вообще выглядит как хорошие хорошие места для развития играем да ну вы конечно там просто вопрос тут еще речка просто далеко если бы нам хоть чуть 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 правее шла бы я правее поставил город с удовольствием так что делать с этим рабочим может медь обработаю медь обработают что там что-то ускоряет подобная обработка меди блин неужели этот скаут мой город увидел и побежал блин надо армию строить сюда и сюда в первую очередь столкнулись потому что речет на сторону корее чтоб кореец тут не поставил тут в принципе нормальная защита от как будто не знаешь что делать лук то есть этот город сложновато будет брать например если кореец решит у меня напасть а вот границы этого сюда поставил то что тут паунда мышка которая наверху имеешь ну да прям над тобой на вашем месте объединился против золоса и пока он там гранатозный за галландии объединят что когда он будет наемник и вы оба палец с такими речами как-то гэшку сносить уже не хочется как оказывается железо удачно уберу пока бонус против варваров знаешь что самое прикольное я же пошел на две клетки правее прикинь если бы не столице левее было у нас бы не было тогда конфликтов наверно у нас тобой все равно был бы конфликт потому что направо та же самая ситуация с грузии было бы еще хуже я уж не знаю куда так раннюю империю откроем ну чтоб границы закрыть так и здесь начну юниты строить сейчас вот этот прибежит к лагерю и отсюда ко мне польются юниты неприятные поэтому надо все таки для начала проще построить вот здесь надо контролировать еще этот лагерь у нас по армии 37000 434 все первые кто прачника построил в принципе надо открытие прошли 3 варваров не уничтожил но надо открыть чтобы было видно где где железо у нас ну вот подвисает игра почему-то иногда странно ну необъяснимо честно говоря вот это шахта тут что-то тоже ускорит вот рудник колесо ускорит сейчас увидим где железо ой я прям на железе на железе поставил кампус сейчас дострою еще одного прачника и буду поселенца строить здесь возьмем на холмы здесь купим клеточку блин два хода и так до роста нет куплю пускай другую пускай он виноград например и откроем колесо наверно чего там говорили про темный век уже в нем я не думаю что я успею за 6 ходов набрать очков я кстати тоже думаю что не успею за 6 ходов мне 4 очка надо надо стать тут просто скаутом пускай этот из лагеря может и атаковать а потом прийти туда пусть ты вниз тырил лагерь какой ты гэшка раз блин не убили скаута ну ясно димка я с тобой держись ок буду держаться чё там война какая-то что там расскажи голланде вставаем и с тобой дружбу подпишем тогда если мы договорились хорошо ну судя по тому что я 3 по армии не имею практически то а кто на кого нападает артист что ли нападает на то ему не понравилось как и город поставил ну имеет право имеет право ну то что армия 3 дуболом это не армия вы понимаете это или не будем или не будем да по ходу темные века у нас начнутся амбар а вот почему то напал только копья финна а может военный лагерь построить виктор тебе в помощь на открой быстро а у тебя уже открыто не пересажаю вставить куда в тот город и все но он пока будет сажаться 5 ходов 3 это военный быстро двигается в хорошей форме кстати вот у меня претензии по поводу губернаторов когда их шпионы выбивают то есть они 7 ходов не работают а потом еще 5 ходов возвращаются то есть шпион на 12 ходов вырубает губернатора на быстрой на этой сетевой скорости то ли они ну а губернаторов не откалибровали по скорости игры то ли у меня ну не знаю это какое-то очень крутое действие шпионов получается слишком на долгое время если игра длится ходов 130-140 то на одну десятую времени выключать губернатора как-то круто ну вообще да ну вообще да я кстати не знал я думал он просто его там ну какой-то но он останется в городе в смысле нифига он просто выкидывает и причем он без ты не можешь его сразу вернуть он бездействует 7 ходов написано ну а потом еще возвращается 5 ходов в случае виктора 3 чест ну и наверное разобраться с этим вот это абердин конечно ну как то в абердине то живется знаешь печально там живется самом деле вот там холм и хотя бы слева есть ох бог кузнеца чувство мне совсем печально будет на бог кузнецы не меняли нет кто-то уже эти научные как в в кампусе проводит уже проекты научные но ради библиотеки в принципе можно да нет золотые века эти вообще кампусы ставят так себе 100 век трехода еще держись ганди держись ну все равно он нужен как бы чтоб все равно на тебя не проседать ну а если у тебя кампусы есть плюс там 4 или выше наверное ставить там на плюс 2 кампусы их windows were shot они не могли не, если ты видишь что ты не выходишь в золотой век тогда конечно нужно о, Динк, ты же в темный, да, выйдешь? ну походу дело там есть карточка на плюс 5 к силе юнитов я только не знаю как она открывается другой, другой вопрос опять возвращается только ушел возвращается уже ну мне вот этот лагерь надо убрать вот я вниз пойду с этим лагерем разбираться так кого мы возьмем? ну давайте пингала кореец, кстати а вы как настроены? так, нервно так, я торговца просто, чтобы получить ускорение и потом поселенцы опять ну потому что карточка на поселенцев мне бы конечно ГГшку еще найти ну сейчас мне вот отправиться наверное этот да, сейчас вот прям этого скаута и отправлю дальше искать надо, блин надо прачником было убить, чтобы ускорение для лучников получило но не получилось так, в перенемную мапу перебрасываем и щетка вот видите, вот это показывает сколько ускорения да, зараза не дали очки за тот хоть 6 штук не получится в темных век так я что-то там такого сделал, что 6 штук дали в железо вышел в железо вышел за что 6 то? а, построил мечник что ли? построил мечник и вышел первый в железо ну и так далее ну да, за это ну, при этом ну, ты намешан как-то отопьешься, или да? а, не знаю я могу теперь мир предложить а мне нужен был только один город смешно Первый в железо вышел Надо мир заключить, я считаю Ведь первый-то не последний Тут вопрос в другом Вышел ты, конечно, вышел, но Денег-то нет на... Да, но это хороший, конечно, ученый А, уже его взяли На самом деле поздно Если бы я на ход раньше вышел, был бы крут Ну что, темные века Настали У меня Нет, еще один ход Так, ну скауты этого не должны убить Так Ускорили деньги Следующий И вот тут Да, тут хорошее Хорошее место Ждет злуса в темный век Три Ну что, вендика Три Корейская Ну тут, наверное, империя, мы дружим Да, да Кто это? Эд Эд рядом Индеец Дружим, да С тобой, да? А кто там еще рядом с тобой, кореец? Больше никого Ну а я, что, меня ты не считаешь? Ну, тебя я еще не нашел Ну, вообще, мы встретились Нет, не встретились-то где-то справа Да, ну я за горами, на самом деле А между этим Индейцем У нас тут две клетки Две клетки это много Это вовнинка Здравствует, кривые карты Вот этот лагерь варваров у нас появился Это у меня который, да? Справа Он, напротив, моего воина появился О, воин, давай-ка мы тут лагеря Самое важное место Это очень важно, чтобы иметь счастливое и сгущенное работодство Как и так, чтобы иметь полезную основу Нет, пока не буду Да А, ты и правда в темном веке? Офигеть Да И я в темном веке Надо по соседству с лагерем варваров свой поставить Будем дружить с ними Бонус устремления, монументальность Фигня какая-то, нормального века Бур Давайте Виктора возьмем Пойду искать среди Ну, почну слегка Скаута Слушай, да темный век в античности это скорее бусты, а не наоборот Тебе представляешь, у меня 12 ровно очков из 12 Ты знаешь, как обидно Там и плюс 5 силы, там и караваны, там, чего только нет Только как выйти в темный век вообще не понимаю Легко Поставить себе задачу и туда выйти Ты знаешь, если б я не построил галеру, я б тоже не вышел А так мне за нее дали аж 3 очка, я уж офигел Что-то скауты побежали от меня Даже лагерь бросили и просто крифошли Войны, скауты, все мухало Да тут все ко мне побежали Вот это нехорошо Как бы это? Я бегу-бегу-бегу-бегаю Слушай, а эти века вообще как-то на экономику влияют, вот кроме того, что там Берешь это устремление в начале Ну лояльность только под этим, и все По-моему, кур там где-то собирался ставить город, уже основали город Блин, надо пока постоять Пока видим С блок джеком там Блин, ладно, кто? Красные друзья И зачем ты, кстати, всем показал? Или ты только мне показал? Всем Интересно А каплифина дает только наземным юнитам, да? Да Чайник Да, для морских есть свое Там, как-то поршень Тупо один левел дает, это не о чемное вообще какое-то Ну, один левел даст тебе плюс семь против морских, например Против морских, да Против То, что инвентарь, это что надо, какая-то? Где? Это шахты А он же на воде тоже На земле шахты, на воде мореходство А он и там, и там есть, да? Да Я его только на воде видел Кстати, мне бы этот инвентарь надо выкупить, потому что вполне Может корейцы тут город поставить Ну, плюс пять в темном веке, и губернатор вообще позволяет от любого раша отбиться Он просто выходишь в темный век, и все, тебя нельзя взять Как-то обратно работает тому, как называется Ну, типа тебе дает хоть какие-то, типа Сделай хоть что-нибудь, раз уж ты такой Слушай, меня сейчас варвары калечат, калечат Я уже пришел на помощь Да, конечно, они лагерь оставили, блин Я не знаю, от чего он ушел Ну, он увидел два дуболома и убежал к тебе жить Ой Улучники как стреляют, как стреляют Пошла Пошли грабить, блин Слушай, грузи, так учешь территорию наверх дофига больше Там сверху у меня горы, и она не разведана была Ааа, не разведан этот вариант Ну, я видел только пустыню Ну, да, какао, лошади, калмы То есть четыре, где тут даются очки Эпохи очень большие, за плюс четыре любого района Слушай, кореяц, ты отменил, да? Кого? Дружбу с нами Со мной Нет А почему у меня значка нет? Не знаю, что за значок Не, может, я не знаю Что я сделал А дружбу можно отменить, разве? Ну, не принимать Так, что этот губернатор делает? Не, нет смысла принимать с тобой мир Я не буду играть в один город У тебя есть оберди, ну что ты врешь? Да, конечно Там в Азисе купаются, ну, хорошо Кроме Азиса там вообще ничего нет Ничего страшного Ну, единственное, что я говорю, что вот он налево, если пойдет, растет Так Построить Блин, опять не дали добить Блин, надо еще одного Воина Хочу воинов построить и апнуться в мечников Блин, еще один лагерь варваров Во всякий случай, если паундмейкер решит тут в город ставить Пускай олени будут моими Ну, вы будете меняться местами? Ой, блин Да не, не должен он По силу схватить А если схватит, то я думаю, что и отобьет Полураненный Блин, а где бы еще один город-государство найти Для ускорения Политической философии Корея уже В политической философии Слушай, они не хотят на меня нападать Скаут все равно С двумя хп ломятся в твоей станции Нормуль Ломятся Блин Вот, видишь, в Абердин уже один холмик есть Говорит Ты купил, что ли? Нет, конечно И денег нет Руинка Но мне бы Город-государство Галеры прокачивались Нет Я думаю, что с трех галертов Я возьму этот город Ты лучников прокачивай Ну что, смогу лагерь взять? Нет Осталось 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 шо про атакуют или возьмут или встанет обратно в лагерь мне вот интересно стал в лагере при атаковал прикольно так дешев кликал да нет он встал в лагере про атаковал меня мы кстати видели чё пишут когда ставишь город в тундре слушай откуда ты бьешь этим лучника почему его не вижу к лабердина ассасин и реально я не вижу лучника откуда ты ударил он на холме стоит вау монет плохо галеры им бежать еще прикольно блин тут на побережье можно город поставить раз-два да вот сюда в плане расселения тут все очень неплохо в путь киеве я забираю лагеря и дают 30 голды как все такое предложение хорошо ускорение надо да м и бачки почек что вероятнее по-моему следующие лагеря не я не знаю как по поводу первого я уже не помню но следующие лагеря точно не дают очков если они нападали дают там если нападали наш народ справился с угрозой на границах и будут давать вместе надо на границе поставил лагерь варваров на границе так что имеется ввиду на границе в городе я через через клетку своих границ уничтала лагерями и ничего не дали мистическим из-за мистей каванах только отдали в разок ты я и пока не разобрался в каком случае дают нет каком нет но точно дают хоть в этом в атомной что стокгольм дает районы созданиями плюс еще одну очку вас 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 стокгольм надо до конца хотя я же и так его сюзерен и фиг я не верю что люди вообще его найдут скоро и ты буквально не дал один ход данде стены достроить я сейчас поставлю в город пустыню мы говорили он минус 4 лояльности будет лучше как насчет дружбы стать не возражаю блин не придется политическую философию открывать без ускорения загляните на console war точка ру воспользуйтесь кодовым словосочетанием лёша играет а на этом пока все продолжение надеюсь появится завтра спасибо что досмотрели до конца я лёша халецкий тот кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во первых не забудьте поставить лайк а во вторых поделиться этим видео раз уж вы досмотрели до конца видимо оно вам понравилось понравилось я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры